Этот материал был подготовлен мною в то время, когда я впервые начала заниматься гириатрией очень серьезно, профессионально и интенсивно. И в то время и сейчас продолжаются эти дискуссии, эти закономерные вопросы от моих коллег. Зачем же все-таки нам гириатрия? Большая половина наших пациентов – люди пожилого и старческого возраста, и мы оказываем им медицинскую помощь вполне достойно. Зачем нужен гириатр? Чем занимаются врачи-гириатры? И объясняя для себя, объясняя для своих коллег, я составила вот эту лекцию. Рисунки я нарисовала сама и хотела бы, чтобы это было понятно для более широкой аудитории, чем все-таки приходится заниматься врачам-гириатрам. По мере старения у людей пожилого и старческого возраста появляются очень необычные синдромы. Их называют гириатрическими синдромами. Они связаны с возрастом. В механизмах развития этих синдромов участвует очень много факторов. Они присутствуют у очень многих пожилых людей. И для того, чтобы повлиять на проявление этих синдромов, уменьшить их проявления, предупредить развитие осложнений, связанных с наличием этих синдромов, требуется более сложный, более такой комплексный подход при ведении, при оказании медицинской помощи пожилым людям. И одним из самых распространенных и с точки зрения прогноза очень значимых синдромов является синдром падений. Риски падения, сами падения. Частота этого проявления, она очень высока. 35-40% людей старше 65 лет хотя бы один раз в год падают. Те, кто падает, начинают падать довольно часто. Падения крайне опасны для пожилых людей. 7-8% этих падений заканчиваются очень тяжелыми травмами. Переломами шейки бедра, черепно-мозговой травмой, что принципиально меняет прогноз у этих людей не только заболеваемости, но и всей жизни. Механизм развития этих падений, он очень сложный, связан с многими другими факторами. Рядом стоят такие проблемы, медицинские синдромы, как головокружение, ортостатические реакции. Это изменение уровня артериального давления при изменении положения тела. То есть из положения лежа, когда человек встает резко в вертикальное положение пожилых пациентов, идет снижение систолического, диастолического артериального давления. Иногда это бывает очень значимо и может привести к падению у человека. Конечно, если у пожилых пациентов есть остеопороз, а он очень распространен в пожилом возрасте, то падение, безусловно, приводит к переломам и необходимости уже организации медицинской помощи другого порядка. Поэтому внимание к пациентам, у которых есть высокие риски падений, сами падения, организация помощи медицинской, связанной с, может быть, рекомендациями по адаптивной технологии или рекомендациями по изменению пространства, где живет человек, организация безопасной среды для этого пожилого человека становится очень важным. И это один из очень значимых гериатрических синдромов. Нарушение походки, которое мы видим у пожилых людей, оно тоже очень часто встречается, приводит также к рискам падения, является следствием нарушений и мышечной силы, и сенсорных дефицитов, и нервной регуляции. Очень многие факторы, которые влияют на изменение походки, могут быть связаны с суставной болью или с наличием артрозов, артритов, которые распространены в пожилом возрасте. Но так или иначе, нарушение походки приводит к изменению мобильности, к снижению функциональной активности и к развитию зависимости от посторонней помощи. И вопросом нарушения походки, коррекции ее, предупреждения прогрессирования, рекомендации по адаптивным технологиям также занимаются врачи и гериатры. Нарушения сна очень распространены в пожилом возрасте. Они присутствуют у подавляющего большинства людей пожилого возраста. Жалобы на нарушение сна очень значимые. У нас есть интересные данные по поводу того, что очень короткий сон или, наоборот, длительная выраженная сонливость отрицательно связана с продолжительностью жизни. То есть прогноз у людей с нарушениями сна ухудшается. Причины нарушения сна тоже могут быть разными. К счастью, у подавляющего большинства нормально стареющих пожилых людей нарушения сна бывают связаны банально с нарушением гигиены сна. Поэтому обсуждения вот таких важных вопросов о режиме сна крайне важны для пожилых пациентов. Депрессия распространена среди пожилых пациентов, коморбидных пациентов с множественными заболеваниями. Есть целый ряд лекарственных препаратов, которые способствуют поддержанию и развитию депрессии. Депрессия относится к одним из немногих модифицируемых факторов риска преждевременного старения и выявления пациентов с депрессией, предупреждения о развитии депрессии или своевременное назначение лекарственной терапии пациентам с депрессией способствует улучшению прогноза у этих пациентов. Депрессия в клинической практике проявляется от очень таких симптомов нерезковыраженных, которые проявляются просто в апатии, в нежелании принимать лекарства, в нежелании двигаться, пациенты отказываются от приема еды, до очень серьезных проявлений, когда многократно увеличивается риск суицидальных попыток в этом возрасте у людей. И, конечно, внимание наше к психоэмоциональному статусу пожилых людей должно быть особым и нацелено на предупреждение развития депрессии. Огромный пул внимания гериатров также привлекает проблема, связанная с когнитивными нарушениями. Снижение когнитивных функций приводит к развитию деменции. И преддементные изменения, когнитивные расстройства, связанные с нарушением памяти, они распространены в пожилом возрасте среди 95-летних людей. Распространенность эта достигает 40%. Сложно бывает общаться с человеком, который не помнит, как принимает лекарства, где живет, с кем он поговорил сегодня. И постепенно эти функции ухудшаются. Человек теряет свою самостоятельность, зависимость и нуждается в посторонней помощи и уходе. Человек с нарушенной памятью, с когнитивными расстройствами, с деменциями становится значимой проблемой для ухода внутри семьи. Или если живет в доме престарелых, это тоже особая категория пациентов, очень сложных, нуждающихся в особых подходах в организации этого ухода. Недержание мочи – синдром, который, заболевание, который занимаются и урологи, и гинекологи. Но в гериатрической практике это состояние очень широко распространено. И прежде всего в женской популяции. Мы обследовали пожилых женщин-москвичек, это пациенты поликлиник Москвы в возрасте 65 лет и старше. Распространенность недержания мочи в той или иной степени выраженности составила 36%. Что это такое? Для молодой пенсионерки это отказ от работы, это отказ от путешествий, отказ от походов в музей, в театр. Люди замыкаются, ухудшается настроение, снижается физическая активность, и человек начинает быстрее стареть. В 85 лет недержание мочи приобретает еще более значимый характер с точки зрения состояния в целом пожилой пациентки. Как правило, в этом возрасте женщине сложно за собой ухаживать, и запах мочи, который ее преследует и стоит в квартире, конечно, не способствует тому, что ее навещают родственники, и внучка лишний раз не забежит к бабушке домой, чтобы ее обнять, поцеловать и с ней поговорить. В основе старения лежит основной механизм, связанный с уменьшением объема и силы мышечной ткани. Мышечная слабость, которая присутствует и постепенно прогрессирует в пожилом возрасте, или мы говорим это саркопения, является основным маркером старения. Саркопеническое ожирение также может быть у пожилых людей, не исключает наличие мышечной слабости. Состояние мышц, отсутствие их активности и развитие слабости приводит к появлению других проблем в гириатрии. Проблемы, связанные с нарушением походки, мобильности, пациенты падают при саркопении, пациенты снижается функциональная активность, ухудшается инструментальная и базовая активность, возможность ухаживать за собой, возможность правильно питаться. Появляются другие синдромы, синдром мальнутриции, развивается остеопороз. И все это в конечном итоге в значительной степени ухудшает прогноз и приводит к ранней институализации и заболеваемости и смертности. Заболеваниями глаз, ушей занимаются специальные доктора, офтальмологи, сурдологи, врачи-отолерингологи. Но в гириатрической практике из-за высокой частоты сенсорных дефицитов этими проблемами параллельно занимаются и врачи-гириатры. Для нас очень важно оценить, насколько человек самостоятелен на фоне того или иного снижения зрения или слуха. И эти сенсорные дефициты, они очень значимо влияют на другие гириатрические проблемы. На мобильность, увеличивают риски падений, на синдром мальнутриции, приводят к появлению дефицита питания, способствуют развитию депрессии, социального одиночества. И, конечно, возможность вовремя выявить эти дефициты и создать условия для компенсации, применения очков, проведения операций, применения слуховых аппаратов, для того, чтобы повысить коммуникацию этих пациентов и предотвратить прогрессирование вот этого старения, связанного с сенсорными дефицитами. В полипрагмазии большим количеством лекарственных препаратов, которые используют пожилые пациенты, занимаются многие врачи, которые оказывают медицинскую помощь пожилым людям. Это одна из таких тоже очень важных, значимых проблем, которые приводят к появлению большого количества нежелательных явлений, способствуют тоже ухудшению общего состояния пациента, снижению функционального статуса. И в этом направлении, в гириатрической практике, существуют особые технологии, которыми мы пользуемся для того, чтобы уменьшить эту нагрузку большим количеством лекарственных препаратов. Одиночество – не медицинский синдром, но в гириатрии он встает рядом с другими медицинскими синдромами, потому что пожилой ослабленный человек со слабостью не может за собой ухаживать и нуждается в посторонней помощи и уходе. И таким образом, в конце жизни, на фоне многих хронических возрастов ассоциированных заболеваний, накладываются эти особые гириатрические синдромы. Их очень много, до 60 разных синдромов, описанные в литературе. И они создают особую клиническую картину, требуют особой организации медицинской помощи в пожилом возрасте. И самое главное, на что мы ориентируемся, оказывая гириатрическую помощь, профилактика, лечение, реабилитация, но появляется необходимость в организации ухода, долговременного, особого ухода. И целью этой всей помощи становится не продление жизни, а продление жизни не становится на первом месте. Самое главное, уменьшить заболеваемость, уменьшить прогрессирование этих синдромов и сохранить функционирование физическое, психическое, для того, чтобы как можно дольше человек оставался физически активным. На подложке этого слайда фотография советского фотографа, она называется «Тени жизни». Наша задача, чтобы наши пожилые люди перестали быть тенями жизни. Они наши полноценные участники этой жизни. Мы должны организовать гириатрию, медицинскую помощь, в какой они нуждаются.